Только в правительстве сразу три проблемных кресла. Об отставке уже заявили министр аграрной политики Тарас Кутовой, и это накануне-то земельной реформы, и министр информационной политики Юрий Стэц. В статусе исполняющей обязанности до сих пор находится и главный медик Ульяна Супрун. Вакансии есть в Национальном банке, в фонде госимущества. Должны быть назначены новые члены счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и новый парламентский уполномоченный по правам человека. Набор хлебных должностей, за которые можно побороться, в общем уже такой, что способен захватить все внимание политиков на долгие месяцы, не то что недели. Вдобавок ко всему заканчивается контракт еще и у Войцеха Болчуна, польского менеджера, который должен перезагрузить работу украинского железнодорожного монополиста Укрзалезницы 5 июня, официально последний день его полномочий. Продлевать контракт или нет, должен решить Кабмин, но и там уже конфликт. В чем обвиняют польского реформатора в Украине, наша короткая справка. Они сходились в словесных баталиях. Я сюда приехал, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Это не компания с выработкой велосипедью. Обменивались любезностями очно. Сумма убытков от коррупционных действий оценивается более чем в миллиард гривен. Тратают коррупционные действия на 1 миллиард гривен в 2016 году. Это где? Кто эти люди? И обвиняли друг друга в некомпетентности за глаза. Министр инфраструктуры Владимир Амелян и руководитель Укрзалезницы в войцах Болчун критиковали друг друга всегда. Но на этой неделе их взаимная политическая любовь вспыхнула с новой силой. Ведь 5 июня заканчивается годовой контракт польского менеджера. Амелян сразу заявил, что даже сценария не допускает, чтобы Болчун остался. Болчун парирует, в отставку не собирается. Рокер-управленец и реформатор Войцах Болчун в Польше был успешным менеджером. Реформировал польскую железнодорожную компанию и уже год пытается изменить украинскую. Одну из самых коррумпированных в Европе. За это время польский управленец заработал около 6 миллионов гривен государственной зарплаты. Но смогли реформировать Укрзалезницу. Противники обвиняют Болчуна в абсолютной неэффективности. Мол, грузоперевозки не улучшены, зарплаты работников не выросли, сервис не изменился. Сам Болчун неоднократно заявлял, особенности украинского бизнеса и политики слишком развитые и запутанные коррупционные связи. Именно это и тормозит реформы. Но прибыли Укрзалезницы растут, а в планах полная реанимация. Укрзалезница является одним из самых системных предприятий в нашей стране. Хочу вас заповнить о том, что мы постоянно работаем над модернизацией самой Залезницы. Даже руководитель сегодня говорит о том, что локомотивы в него уже стало в два раза больше за этот год. Если профильный министр, которого поддерживает Народный фронт, непримиримый враг Болчуна, то в лице премьера польский управленец имеет ощутимую поддержку. А пока чиновники разных политических мастей пытаются делить такое удобное кресло руководителя Укрзалезницы, украинские ободранные поезда превращаются в машины времени и увозят пассажиров подальше от европейских стандартов, назад в советское прошлое.